Здравствуйте, меня зовут Филипп Березин, я главный редактор Приан, сайтов о недвижимости на русском, а еще английском, немецком, испанском, французском языках. Начинаем очередной выпуск новостей. Большинство тем сегодня будут иммиграционные. Но начнем все-таки с недвижимости. Любопытную тенденцию на рынке Дубая заметили эксперты компании Raidin. В самом популярном Эмирате ОАЭ активизировалось строительство недвижимости стоимостью до 1 миллиона дирхамов, то есть дешевле примерно 270 тысяч долларов. Серьезный рост цен и гонка за элитными покупателями сделала значительную часть недвижимости в регионе, недоступной для большинства. Но число богатых и очень богатых людей, оно все-таки более конечно. А покупателям со скромными возможностями важны небольшой первоначальный взнос и, чтобы была рассрочка. Сейчас эти люди в большинстве своем вынуждены арендовать. И вот застройщики стали предлагать более выгодные условия, чтобы сделать арендаторов собственниками. На пользу им и обновленный совсем недавно с 1 марта индекс арендной платы в Дубае. Большее число собственников теперь могут поднимать арендную ставку сразу на 15-20%. И это может подтолкнуть тех, кто арендует, к решению о покупке. Ну, главное, конечно, чтобы возможность была. Больше всего, согласно исследованию, проектов с низким первоначальным взносом и длительной рассрочкой возводятся в районах Джумейра, Виллочи, Церкл и Соба, Карланд. Кстати, это совсем не окраины. И буквально за месяц к февралю число сделок на этапе строительства в Эмирате выросло почти на треть. Но, правда, тут возможно дело и в невысоких показателях января. Третью неделю подряд говорим о Греции, рынок которой еще долго будет переживать изменения в программе «Золотая виза». На неделе парламент страны официально утвердил новые пороги входа в нее – 400 тысяч евро и 800 в зависимости от района. Но эти суммы, собственно, были известны относительно давно. Куда важнее другое – парламентарии сократили переходный период, во время которого заявители могут принять участие в программе на старых условиях. Теперь он не до конца сентября, а, внимание, до конца августа, точнее до 30 августа. Те, кто войдет в сделку до этого срока, могут получить «Золотую визу» на прежних финансовых условиях – от 250 и от 500 тысяч евро в зависимости от региона. Ну а целиком оплатить сделку надо до конца года. Важная иммиграционная новость, не имеющая непосредственного отношения к россиянам и белорусам, но затрагивающая граждан других стран. Карибские государства объявили об удорожании своих паспортов. Минимальная цена программ с начала июля повышается до 200 тысяч долларов. В настоящий момент, к слову, стать владельцем паспорта, например, Антигуа, можно и за 100 тысяч. Ну, разумеется, это основная сумма, без учета каких-либо доп. расходов. И потом минимальные взносы на Карибах означают дарение, а не инвестицию. То есть вы, по сути, платите за паспорт и с деньгами расстаетесь навсегда. Увеличение минимального порога для крохотных государств Центральной Америки – это условие. Условие для сохранения привилегий со стороны Европы. То есть сохранение возможности для граждан этих стран въезжать без виз в шенгенскую зону. Без этого условия привлекательность карибских паспортов, разумеется, резко снизится. Так что уверен, повышение порога входа до 200 тысяч долларов не станет для карибских стран фатальным. Эта сумма для программ инвестиционной иммиграции все равно более чем умеренная. Другое дело, как я уже сказал, россияне уже более года находятся в стороне от этой возможности. А еще недавно мы вместе с китайцами были самыми активными участниками островных схем. Сейчас же граждане России, даже имеющие паспорт какой-либо другой страны, претендовать на карибские паспорта не могут. Тут жестко, тут абсолютно без вариантов. Ну а три основных программы, которые в России представлены сейчас, это гражданство Турции, Египта и Ивануату. Ну, без визы и въезд в Европу они не обеспечивают. Еще одна иммиграционная новость из Таиланда. Опубликована рекордная статистика программы Таиланд Элит Виза. Ее новое название с прошлого года Privilege Card. Только в 23-м году разрешение на долгосрочное пребывание в Таиланде по ней получили почти 12 тысяч иностранцев. Напомню, участник программы платит определенную сумму от 27 до 150 тысяч долларов. И не только получает право находиться в стране постоянно, срок варьируется от 5 до 20 лет, но и может пользоваться различными бонусами и даже бесплатными сервисами. Это такси и поездки в аэропорт, специальные программы в клубах, ресторанах, медицинских организациях. Много всего приятного и где-то действительно элитного. Но главное это все-таки право не покидать Таиланд и жить под пальмами на белом песке. Понятно, что за этим стоят траты, да и сумма прошлой осенью увеличилась. Еще раз повторю, самый минимум это 27 тысяч долларов. С другой стороны, ту же образовательную визу получать сейчас сложнее, чем, скажем, еще два года назад. Продлевать ее надо регулярно. Для годовой пенсионной визы надо быть старше 50 лет. Но это тоже условие, которое, понятно, выполнить могут далеко не все интересующиеся. В общем, рекордные показатели тайской программы говорят сами за себя. В нашей постоянной рубрике мы не будем покидать Юго-Восточную Азию, а просто переместимся из Таиланда в соседнюю Индонезию. Последние месяцы мы не раз отмечаем именно здесь сейчас средние показатели доходности одни из лучших в мире. Ну, во всяком случае, если рассматривать относительно безопасные регионы. Рост турпотока, еще не достигший до пандемийных значений. Курортный сезон, практически круглый год и новые современные проекты, все это вместе действительно весьма интересно. Двузначная доходность в процентах от аренды на, все-таки будем откровенны, не самым стабильным, не самым сформировавшимся, но все-таки динамичном рынке, это почти норма. Конечно, важно проверять застройщика, смотреть на условия от управляющей компании, какая она вообще будет, тем более в строящихся проектах. Один из них, представляем вашему вниманию, здесь заявляется 16-процентная доходность. Апарт-отель со спа, тремя бассейнами, уникальной архитектурой. Первая береговая линия, срок сдачи – 2026 год. Так что пока наслаждаемся рендерами. Вы покупаете полностью меблированные апартаменты. Порог входа – почти 250 тысяч евро, зато можно платить и криптовалютой, и рублями. Это предложение, как и сотни других, и подороже, и подешевле, вы найдете по ссылке в описании к сюжету. Ну что ж, а в заключении я приглашаю вас 12 и 13 апреля пообщаться лично на проперти-шоу в Москве. Традиционная выставка на Тишинке. Там тоже будут и Таиланд, и Индонезия, и европейские страны, и, разумеется, программа гражданства. И Прян, и наш буклет – гид на жительство. Едва ли не последняя возможность получить его бесплатно этой весной. Ссылка на регистрацию и бесплатный билет на проперти-шоу также в описании. На этом я прощаюсь. Пишите, обращайтесь, буду рад общению. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем мира и безопасности! Субтитры создавал DimaTorzok